всем привет вы на канале industrial tool и сегодня я хочу ознакомить вас с новыми патентами компания makita давайте вместе посмотрим и ознакомимся с новыми продуктами которые для нас приготовила эта компания давайте начнем первый продукт который представлен компании это циркуляционная рубашка нагрева охлаждения оснащенная элементом пельтье вот так выглядит сама рубашка этот патент относится к куртке с кондиционированием воздуха циркуляционного типа которая представляет собой эволюцию одежды с кондиционированием воздуха которая теперь стала незаменимой для работы на объекте летом в типичной одежде с водяным охлаждением используется моторный насос для наполнения замороженных пластиковых бутылок или льда и циркуляции холодной жидкости но этот метод уникален тем что вместо льда используется устройство пельтье теплогенерирующие и тепло поглощающие поверхности пельтье можно переключать в зависимости от направления подачи электричества что делает куртку пригодна для использования в любое время года элемент пельтье обладает охлаждающими свойствами поэтому это устройство часто ждут с нетерпением но существует много трудностей в его эффективном использовании и превращении продукт поэтому вероятность практического применения составляет 50 на 50 аналогичным недавним примером является жилет айсенхейтер пельтье разработанный в сотрудничестве с workman и дочерней компании panasonic shift all и выпущенный примерно в марте 2023 года этот продукт который в настоящее время трудно достать но похоже он хорошо продается и будет производиться снова в следующем году поэтому размер рынка может быть довольно большим следующий патент будет на такое устройство называется перезаряжаемый футляр для уэв стерилизации электроинструментов для такой ящик по типу похож по картинке на макпак этот патент относится к ящику для хранения оснащенному ультрафиолетовой лампой которая удаляет вирусы и бактерии прикрепленные к электроинструментом в смысле короче чистит загрязненный электроинструмент ну как видно из картинок представленных в патенте питаться будет по ходу от двух аккумуляторов макитовских и внутрь можно укладывать и вот шуруповерт похоже нарисован короче для удаления всяких бактерий с ручек электроинструмента ну с корпуса с ручек самых таких загрязненных мест следующий патент довольно таки интересный система пылеулавливания стендового типа короче такая система на циркулярной пиле есть резервуар свой в которой собираются стружка опилки ну например сделали рез туда опилки собрались и потом вы ставите на специальную поставку на пылесосе и резервуар сразу же очищается то есть рез сделали пилу поставили пока там работы свои провели раз пила уже чистенькая и дальше так и дальше так продолжаем работать макита похоже думает о новом методе циркулярной пилы для сбора пыли этот патент касается пылесборника установленного на корпусе циркулярной пилы который всасывается с помощью стойки установленной наверху пылесборника его преимуществом является простота в обращении поскольку он устраняет необходимость ручной утилизации пылесборников из соединительных шланов хотя это интересный патент есть опасения что соединительные детали увеличит резервуары что скорость сбора пыли уменьшится из-за отсутствия подключения пылесборника поэтому неизвестно как это улучшит удобство использования судя по всему этот патент практичность которого трудно оценить пока не будут проведены тщательно внутренние проверки и контрольные оценки следующий патент makita это стеллаж для хранения инструментов и материалов makita похоже разработала новый тип стеллажа специально для использования в автомобиле эта стойка представляет собой простую стойку состоящую только из рамы и похоже это продукт специально предназначены для хранения в транспортных средствах путем соединения и штабилирования используя отдельный шкаф его также можно использовать в качестве выдвижного ящика если говорить о самой системе хранения то основными продуктами являются серия пока от компании милуоки таск компании devolt и talk system 2.0 а количество продуктов представлен предоставленных в отечественных магазинах постоянно увеличивается бывают моменты когда я задумываюсь о покупке системы хранения в последнее время на рынке много кто представил подобные решения особенно вот милуоки пакаут крепление в автомобиле на стену ну и вот будем ждать что может быть makita тоже вскоре разродиться и выпустит что-то подобное следующий патент это электрическая вспомогательная тележка серии 18 вольт похоже что makita также разрабатывает тележку с электроприводом в рамках своей новой серии транспортных средств судя по всему патент предполагает что спецификация продукта работает от одной батареи напряжением 18 вольт его можно сложить конструкция двигателя в колесе делает ее относительно компактным для электрической вспомогательной тележки поэтому это может быть продукт которым легко маневрировать настоящее время многие тележки с электроприводом производятся китайскими производителями и большая часть продукции которые можно приобрести внутри страны является импортной что касается цены есть много продуктов стоимость которых составляет от 200 тысяч до 300 тысяч иен включая батарею поэтому я ожидаю что диапазон цен составит около 150 тысяч иен или меньше только за основной блок ну статья откуда я беру информацию японская поэтому цены тут в зенах перевести можете с помощью гугла и тележечки есть специально сверху подставочка стойка прикрепив специальную стойку и им можно использовать и как дух ярусную тележку настольного типа следующий продукт я в своем телеграме подписывайтесь не забывайте на мой телеграм уже когда-то публиковал это аккумуляторный ополаскиватель серии 40 вольт макс ну это мой щепелисос короче ополаскиватель это чистящее средство для тканевых изделий в котором используется специальный чистящий раствор он удаляет грязь сасывая грязь поднятую чистящим раствором позволяя удалять пятна и пятна с тканевых вещей которые обычно нельзя стирать водой последнее время компания makita расширяет свою продукцию в области очистки и считается что с появлением ополаскивателя спектр задач по уборке с помощью продукции makita расширится еще больше среди существующих продуктов и из ахияма имеет широкую долю рынка но если она станет беспроводной моделью для профессионалов она возможно сможет увеличить свою долю на рынке без конкуренции как я уже писал в своем телеграм-канале это очень похожий пылесос который был на 18 вольт просто корпус один в один вся система один в один только добавлен еще один моторчик внутрь корпуса для насоса для всасывания жидкости либо подачи жидкости скорее всего под 2 моторчик для подачи жидкости и основной мотору он уже всасывает грязную жидкость и мусор следующий патент об этом я тоже на днях писал своем телеграм-канале то что makita подала заявку на логотип изображающий слово basic в качестве нового товарного знака обозначенными услугами являются батареи класса 9 их части аксессуары батареи аккумуляторной батареи и зарядное устройство судя по всему это торговая марка обозначающая продукты и функции связанные с батареями буквальный перевод basic базовый и как роль продукта он рассматривается как представляющий минимальную конфигурацию или более низкий класс однако поскольку для этой торговой марки не было подтверждено никаких других применений кроме basic это может быть связано с запуском какой-то недорогой патентованной серии аккумуляторов например мы можем ожидать серию сменных одноэлементных литий-ионных батарей таких как red lithium usb от milwaukee а также серию электроинструментов с зарядкой через usb со встроенными батареями поддерживающими usb-pd если подумать форма этого логотипа может быть похожа на форму usb type-c ну а на этом все если понравилось видео подписывайтесь на мой канал также если вам нравится смотреть как выглядит инструмент изнутри из каких частей застоит как правильно отремонтировать добро пожаловать на мой канал также не забывайте подписывать на подписываться на телеграм-канал всем пока